Здравствуйте! Вы смотрите программу в центре внимания. С вами Татьяна Бебенова. Что самого интересного, актуального и заметного происходило в уходящую неделю в Мордовии, расскажем в этом выпуске. Итак, смотрите сегодня в центре внимания. В Саранске задержали школьницу с синтетическим наркотиком. Где учится начинающий драг-дилер? И можно ли быть спокойным, пока твой ребенок познает химию до и после уроков? Учителя очень не хотели, чтобы этот сюжет вышел в эфир. Что по семь. Мордовия готова к весенним полевым работам, но не вся. О чем тревожится министр сельского хозяйства? И в каком районе все очень плохо? Программу «Максимум». Осенью собрать миллион с четвертью тонн зерна. Лунные дорожки. Как в новом асфальте появляются ямы. И кто заплатит за ремонт в городе? Экономика и физика российского бездорожья. Расследование нашей программы. Свято место. Храм Казанской иконы Божьей Матери в поселке Зыково готовится отмечать полуторавековой юбилей. Прихожане и отец Владимир ищут деньги на ремонт. Когда восстановят памятник архитектуры 19 века? И кто поможет вселить в это здание душу? Это случилось. Саранскую школьницу задержали с синтетическими наркотиками. Какие выводы можно из этого сделать? Первый и главный. Нельзя быть уверенным, что школа, куда каждый день ходят наши дети, – безопасное место. Учителя больше не могут гарантировать, что дети и подростки вернутся домой живыми и здоровыми. Учителя вообще предпочитают молчать об этой проблеме. На совместном совещании с полицией и наркоконтролем они ни в какое не хотели, чтобы силовики назвали номера школ, где доказано торгуют с пальцами. Что теперь делать, пыталась понять Дина Мустаева, журналист и мама. Что делать и кто виноват? Тема наркомании среди несовершеннолетних закрытая была до дня сегодняшнего. Не принято обсуждать такое. И такое мнение у нас сложилось после посещения совещания, что прошло накануне в одной из школ Саранска. Там собрались директора заведения учебных, чтобы обсудить, куда бежать, если среди учащихся употребляющие и злоупотребляющие. Вся соль истории с этим собранием неравнодушных и ответственных в том, что пригласили журналистов. Кстати, никто, кроме нас, не посетил сие мероприятия. Так вот, пригласили, а отвечать на вопросы готовы не были. Каков процент именно школьников, правонарушителей, какие чаще всего совершают правонарушения, вы об этом уже сказали, и ведете ли вы статистику, какие школы особо отличились? Я сейчас думаю, не стоит сейчас говорить, какие школы отличились. То есть у нас, да, есть такая статистика, и цифры у нас по делам свершеннолетних, это есть по школам. Но здесь я не думаю корректно называть цифры по школам, потому что здесь директора школы, это ни к чему. Я вам скажу, если вас интересно, надену. На поверку вышло, что даже после совещания информацию об особо отличившихся школах нам так и не предоставили. Подкупили человека в погонах благодарственные аплодисменты директоров школ. Их, людей, системы образования понять можно. Кто же захочет на всю республику порочить честь и достоинство возглавляемого учебного заведения. А статистика тем временем как бы намекает, что не все так гладко. Среди подучетных граждан на республиканском аркологическом диспансере 27 несовершеннолетних. У нас очень резкий скачок произошел с прошлого года. На начало 2013 года было 5 человек, сейчас 27. Из них один наркоман с диагнозом наркомании. Так, по Саранскому учуя состоит 13 несовершеннолетних, по Саранскому. В том числе в Ленинском районе один, шесть в Октябрьском, шесть в Паралитарском. И вот как раз в Паралитарском районе один с диагнозом наркомании. Немного цифр, так для справки, чтобы мамы и папы, которые смотрят этот репортаж, понимали, почему мы, журналисты, которых обвиняют в равнодушии и ангажированности, замахнулись на тему наркомании среди несовершеннолетних. По информации Министерства здравоохранения Республики, на сегодняшний день в регионе более полутора тысяч тех, кто кайфует. Рост числа отчаянных по сравнению с 2014 годом составил 12,6%. Это тот момент, когда за каждой десятой чья-то жизнь. 831 человек состоит на учете с диагнозом наркомания, а просто потребленцев 876. Микс. Спайсы, номера телефонов намекающие, мол, есть что. Госнаркоконтроль, администрация и волонтеры. Они пытаются как могут убрать наружную рекламу с улиц Саранска. Чистый город, здоровый город. Акция. Часто практикуемая в системе межведомственных взаимоотношений. И отношения эти безэмоциональные. Знаете, журналисты, заинтересованные в материале, потому что вне работы мама школьника дотошен и неутомим. Вам, тем, кто отпускает. Учебные заведения ребенка тоже наверняка интересно знать. Торгуют и употребляют ли там, где ваше чудо-чадо постигает основы химии. Можете ли вы назвать школы, в которых больше процентов детей, которые стоят на учете в наркотистанции? Нет. Почему? Не могу. У меня нет такой информации. Без комментариев. Если кто-то из телезрителей усмотрел заговор, ваше право. Мы полагаем, что это благоразумное поведение, чтобы родители не нервничали. Однако хочется не просто намекнуть, а обратить особое внимание всех участников межведомственных взаимоотношений. Ваши методики работы по профилактике, мягко говоря, не действуют. По нашим данным, что действительно проблема становится не просто уже, наверное, проблемой, а уже даже катастрофой, потому что огромное количество подростков действительно уже вовлечены так или иначе в сферу потребления наркотических веществ. И сейчас, насколько нам уже известно, наркотики потребляются всякими различными способами. Это не только курение, как было распространено еще несколько месяцев назад. Сейчас можно уже их, по-моему, применять в виде жвачек, в виде конфет и так далее. То есть действительно проблема острая. Вадим Самылин – психиатр-нарколог со стажем. Он работал, работает и будет работать с теми, кто заблудился. Говорит, лечить медикаментами нацию – не панацея. Надо объединяться, чтобы. А еще, и это главное, родители должны быть вовлечены в процесс. Понятно, что зарабатывать деньги надо, и жить в кредит сложно. Но. Откуда это идет, произрастает? Все-таки, на мой взгляд, это семья, это родители. Потому что, как известно, дети от рожения своих родителей. И, видим, есть какие-то проблемы, которые у ребенка не разрешены. В семье ли, дома ли, не проговорены с родителями. И они уже выходят свое, или находят свое, выплеск своих этих эмоций, находят уже на улице, среди сверстников, при потреблении каких-то веществ. Мы все же нашли информацию, в каких школах зафиксированы случаи употребления средств наркотических. 36-я и 28-я, Октябрьский район. Уголовные дела возбуждены не были. Причина – в крови школьников не нашли известных химических составляющих. Рынок просто заполняют новые синтезированные наркотики. А теперь вернемся на совещание и послушаем речь представителя госнаркоконтроля. И дружно удивимся масштабом трагедии. Наркообстановка в республике, как, в принципе, и по всей стране, значительное влияние оказывает распространение новых видов синтетических наркотиков. Чаще используемых в курительных смеси как раз. За прошлый год более 60% фактов изъятия перешлось именно на синтетические наркотики. Вес изъятой синтетики вырос более чем в два раза. Это если брать 2013 и 2014 год. С 1,6 килограмм, то есть килограмм 600 грамм, до 3,5 килограмм. Здесь я сразу оговорюсь, что уже за два месяца этого года из незаконного оборота в нашей республике нам изъято 46 килограммов синтетических наркотиков. Рост за два месяца перекрывает в 13 раз в прошлый год. Вот такая арифметика. И тут без высокопарных умозаключений выражений мыслей вроде «доколе». Это общенациональная проблема. Проблема власти, правоохранителей, отдельно взятой семьи. И как бы зритель ни пытался усмотреть, в репортаже под оплёки не выйдет. Репортаж написал не просто журналист. Написала мама школьника, которая теперь боится думать, чему, помимо учебной программы, могут научить в школе. Дина Мустаева, Григорий Денисов, программа «В центре внимания». Владимир Волков в пятницу провёл переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Одна из ключевых тем обсуждения – использовать как можно шире промышленные потенциалы республики для нужд «Газпрома». Была подчеркнута особая важность этой работы в современных экономических условиях. Для республиканских предприятий укрепление партнёрских связей с «Газпромом» – это возможность не только решить многие текущие проблемы, но и обеспечить хорошие перспективы. Глава Мордовии детально рассказал Алексею Миллеру о продукции саранского телевизионного завода, электровопримителя, предприятий кабельного, светотехнического и вагоностроительного кластеров. Владимир Волков также подчеркнул, что предприятия республики готовы поставлять «Газпрому» не только серийно выпускаемую промышленную продукцию, но и производить новую импортозамещающую с учётом технологических требований заказчика. Напомним, в начале марта в Мордовии с рабочей поездкой побывал заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Тогда состоялось специальное совещание с руководителями промышленных предприятий республики, на котором обсудили перспективные направления и взаимодействия. В том числе по импортозамещению. По итогам обсуждения этой темы с Алексеем Миллером достигнута договорённость о совместной разработке соответствующей дорожной карты. Алексей Миллер определил конкретные сроки. Карта должна быть подготовлена до 1 мая текущего года. Также речь шла об участии «Газпрома» в реализации социальных проектов республики. В 2007-2014 годах в рамках программы «Газпром детям» в Мордовии уже были построены многофункциональные площадки, а также Республиканский дворец водных видов спорта. Наряду с этим Владимир Волков и Алексей Миллер обсудили вопрос о завершении строительства крытого футбольно-легкоатлетического манежа в Саранске. В четверг в Саранске под эгидой регионального Минсельхоза прошла большая выставка техники. Тракторы, комбайны, различные дополнительные механизмы – всё это показали нашим аграриям. Их сегодня импортными машинами не удивишь. В лучшие годы успели полностью обновить свои парки практически все сельхозпредприятия. Значительные доли техники импортные, и вот с ней могут быть проблемы. Тот же трактор надо периодически ремонтировать, проводить различные регламентные работы. Нужны запчасти и расходные материалы. Если их сейчас покупать за границей, получится дорого. Курс валют понижается слишком медленно. Поэтому власти региона поставили цель уже перед местными промышленниками – научиться самим делать нужные детали. На первом этапе – одну тысячу различных наименований. Впоследствии – не менее пяти тысяч. Та техника, которая массово была приобретена, она, конечно, нуждается в запчастях. А мы на тех предприятиях, которые изначально занимались производством селикозтехники, производством запасных частей и комплектующих, планируем наладить выпуск наиболее массовых запасных частей, которые как расходные материалы просто используются. И некоторые примеры уже есть. Уже некоторые предприятия осваивают единичные изделия. Но сейчас с нарастанием как бы неопределенности во внешней экономике, неопределенности с поставками, с кардитованием – это тема более актуальная. Она просто более востребована, и предприятия более активно в нее идут. Я думаю, что в течение 2015 года эта тема будет очень актуальной, очень интересной для промышленников. Речь идет как минимум о пяти региональных предприятиях, способных за пару месяцев освоить выпуск импортозамещающей продукции. Также в Министерстве промышленности не исключает, что появятся и абсолютно новые производства, завязанные на это направление. Вообще, конечно, сразу вспоминается Китай. Промышленность Поднебесной тоже первоначально копировала западные образцы, только делала это дешевле за счет недорогой рабочей силы. Отличие мордовского пути от китайского в том, что себестоимость копированных деталей, узлов и расходников будет ниже импортных оригиналов за счет курсовой разницы. Профильный министр Александр Сюдов на выставке не скрывал оптимизма, отвечая на вопросы о мордовских запчастях к дорогой сельхозтехнике. Если у нас есть специалисты, они у нас есть, они способны разобраться, сделать чертежи и повторить эти изделия. Конечно, будет какой-то некий период отладки, некий период притирания, просто понимание, как это все должно работать. Я думаю, что это все осваивается, все это выполнимо. Выполнима ли цель, которую перед аграриями поставил Владимир Волков? Напомню, в этом году им надо собрать 1 миллион 250 тысяч тонн зерна. Такого урожая в Мордовии еще никогда не было. В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия уверена, что план выполнят. Понятно, что если не будет форс-мажоров в виде засухи или напротив сильных дождей. Владимир Сидоров, главный аграрий, заявил, что крестьяне готовы хоть завтра в бой, то есть в поле. Весной надо засеять 400 тысяч гектаров. Сегодня республика готова, если даже завтра в поле, если завтра даже в бой, провести все необходимые работы. И активно многие районы могут включиться в проведение весенних полевых работ. Многие не значит все. Есть остающие. Их можно разбить на 4 основные группы. Вот по какому принципу. Готовность к весенним полевым работам – это 4 основные составляющие. Семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и собственная техника. Семен не хватает в Ордатовском, Атюревском, Темниковском и Теньгушевском районах. При этом в целом по республике с семенами ситуация нормальная. Просто, как выразился министр, где-то густо, а где-то пусто. Скорее всего, передовики будут помогать остающим. По технике похожая ситуация. В целом регион готов на 90%. Сейчас узнаем, кто тянет команду назад. Больший Игнатовский только на 70% подготовил технику. Еликовский на 60%. Зубово-Полянский на 67% готовность техники. Темнуковский 67%. Ну и в Теньгушеве 75%. Вот эти 4-5 районов вызывают сегодня забоченность. И там также принимаются все меры для того, чтобы в первую городу эта техника смогла выйти в исправном состоянии. Топливо посевной. Региону требуется 13 тысяч тонн солярки и около 3-4 тысяч тонн бензина. По республике обеспеченность составляет без малого 60%. Хуже всего ситуация с топливом сложилась в Большом Игнатово, Зубовой Поляне, Теньгушеве и Торбееве. А вот с удобрениями ситуация намного лучше. К моменту начала посевной обеспеченность будет полной. Уже есть договоренности с производителями. Проблемные районы. Инсарский, Атюревский и Теньгушевский. Последний вообще отличился. Он присутствует во всех списках неготовности. И это сильно беспокоит региональный минсельхоз. В прошлом году в посевную бюджет вложил порядка миллиарда рублей. Большие расходы были вызваны плохой погодой в позапрошлом году. Из-за дождей в 2013 не успели толком посеять озимые. Основные работы пришлось делать прошлой весной. Этот год намного проще. Да, тяжелее получить новые кредиты. Это общеэкономическая проблема. Но с другой стороны, так много денег и не надо. Региональные власти смогли договориться с банками. Два крупнейших кредитора аграрной отрасли согласились отсрочить платежи до Нового года. И это не мелочи. Усилия властей позволили сельхозпредприятиям сохранить оборотные средства у себя. А не отдавать их сразу банкам. Конечно, остается и прямая государственная поддержка. В сумме получается порядка 500 миллионов на всю республику. 200 с лишним миллионов, 202 миллиона направлены государственной поддержки, по гектарной поддержке сельхозпредприятия. Порядка 200 миллионов мы направили субсидированные процентные ставки в сельхозпредприятия. После 10 апреля мы 76 миллионов отдаем субсидии на литр молока за первый квартал текущего года. Есть сегодня все предпосылки, что мы во всеоружии встретим весну, проведем весенние полевые работы и заложим тот задел, который необходим нам для успешного введения виропромышленного комплекса в текущем году. На дорогах весеннее обострение. Ловушки для автомобилей появились даже на обновленных участках. Вот почему так происходит, что там, где недавно был ремонт, следов от него уже не осталось. Больше всего претензий о автолюбителе к пятой автодороге. Там каждый год в одних и тех же местах появляются ямы. Со временем растет только их глубина. А ремонтировали эту дорогу всего три года назад. Кто и за сколько клал новый асфальт в старые ямы? И со всеми ли строителями можно связаться сейчас? Расскажет Павел Степаненко. В самом начале я должен сказать, каких-нибудь особых дорожных ужасов мы вам сегодня не покажем. Предвосхищая комментарии, типа, не то вы снимаете, есть места и пострашнее, оговорюсь. Мы сознательно выбрали дороги, которые строили год-два назад. Хотим посмотреть, чем они болеют и как их лечат. Начали мы с пересечения Севастопольской и Красной улиц на Химмаше. Дорога здесь нареканий не вызывает, за исключением одного места. Практически на самом кольце образовалась обширная выбоина. Сейчас ее немного подлечили, но факт остается фактом. Асфальту нет и двух лет, а он покрылся ранами, ссадинами и оспинами. Что вызывает эти симптомы, интересуемся у инженера дорожной организации. Асфальт и бетон должны соответствовать требованиям ГОС. То есть по составу зерновому, а зерновом составу раз, количество битума должно соблюдаться для того, чтобы обеспечить. Ну и качество битума тоже во многом влияет. Допустим, если есть битумы, которые жизненный цикл, очень короткие, это уже зависит от этого, от производителя битума. Потому что у нас на сегодняшний день жесткого химического состава к битуму не предъявляется. К сожалению, в ГОСТах это не прописано. А прописаны другие показатели, которые на момент производства работы соответствуют требованиям ГОСТа. После приемки объекта некачественный битум быстро теряет свои свойства. Отсюда и постепенное разрушение полотна. Если же яма упорно появляется на одном и том же месте из года в год, то дело не только в качестве материалов. Вопросы должны появиться к проектировщикам и строителям. То есть или же ошибка проектировщиков, или недопросоверное исполнение своих обязательств подрядчика. Как правило, это в тех местах, где у нас слабые грунты и уровень грунтовых вод очень высокий. Причем списать проблемы на запредельные нагрузки не получится. Тяжелых машин боятся только старые дороги. У современных должен быть солидный запас прочности. Если дорога построена, допустим, 15, 20, 30 лет назад, тогда осевые нагрузки были 6 тонн. Сейчас это расчетная нагрузка осевая на берется 10,5 тонн. Конструкция дорожной одежды рассчитана по максимальную нагрузку и с повышением перспективной интенсивности на 20 лет вперед. Таким образом, список причин, заставляющих дороги стареть в совсем юном возрасте, довольно короткий. Низкое качество материалов и откровенно халтурящие подрядчики. Послушав по этому поводу глаз народа, мы получили подтверждение экспертного мнения, а заодно и подсказку, где ситуация самая печальная. Кидают асфальт прямо в лужи, и они через два дня разлетаются, эти заплатки все. Ну, некачественные просто покрытия и все. То, что это не из окружающей среды, точно. В других странах все же то же самое, но почему-то асфальт держится. У нас нет. Пятая дорога под мостом. Там ложили прямо в воду асфальт. Ну, то есть я на следующий день уже ехал, этого асфальта там не было. Пятая дорога официально называется Северо-Западное шоссе. Ее ремонтировали в 2012 году. Сейчас здесь появились ямы, которые опасливо объезжают даже грузовики. А это Нижний Новгород. Именно здесь расположена фирма Доркомстрой, которая выиграла тендер и производила работы со сметной стоимостью почти 34 миллиона рублей. Вся эта информация доступна на сайте госзакупок. Там же и телефоны исполнителя. Правда, все они как один говорят одно и то же. Извините, номер не существует. Или набран неправильно. В других источниках указаны те же бесполезные контакты, но есть и более интересная информация. Например, невысокие показатели надежности и платежеспособности, незавидная репутация участника торгов и стремящийся вниз график прибыли. Но ставить крест на этой дороге рано. Специалисты уверены, рычаги влияния на таких подрядчиков имеются. Это все, так говорится, в контракте. Срок, допустим, на покрытие, на асфальтобетонное покрытие 5 лет. В течение 5 лет, в случае выявления брака, исполнитель обязан этот участок дороги восстановить. Если они отказываются, вправе мы нанять любую организацию, а потом по суду предъявить им возмещение затрат, которые были зарасходованы на их недоработки. А вот обезопасить себя от будущих встреч с такими подрядчиками непросто. Даже компаниям с подмоченной репутацией участвовать в тендерах и выигрывать их никто не запрещает. В требовании по конкурсу, представлению конкурсной документации этого не прописано. Не прописано, что вы? Нет. Единственное, что если мы подали на него фас о том, что он свои обязательства некачественно выполняет, и он фас это признал, тогда в этом случае мы, как говорится, с этим подрядчиком не будем исключать договор. Но даже такие радикальные меры не гарантируют, что недобросовестный исполнитель займется чем-то другим, а не ремонтом дорог. Чтобы снова участвовать в конкурсе, достаточно просто сменить название фирмы. Павел Степаненко, Александр Гурьянов. Программа «В центре внимания». 150 лет исполнится храму Казанской иконы Божьей Матери в поселке Зыково. Собор полуторавековой юбилей отметят через три года. Настоятель, отец Владимир и его прихожане за это время хотят полностью восстановить древние здания. Вернуть храму Болое величие. Когда-то он был одним из самых высоких в Мордовии. Его купол поднимался почти на 25 метров. Сегодня от Болого, богатого убранства, созданного в 19 веке, уроженцами Зыково ничего не осталось. Постановлением Совета министров Мордовской АССР от 28 августа 1989 года, церковь включена в список памятников архитектуры, что подлежат реставрации и сохранению. Что же сегодня необходимо для возрождения святыни, я спросила у отца Владимира. В храме поселка Зыково он служит два года. Уникальная постройка старинного храма Казанской иконы Божьей Матери. Ему почти 150 лет. Он все так же величественен и стоек. Его долго строили, еще дольше пытались разрушить, лишить истории и значения. Но в ближайшую Пасху прихожане храма отметят праздник. 15 лет, как в этой церкви, вновь начали исполнять службы. Многие вещи мы сделали, что называется, своими руками. Возможно, к пасхальным праздникам еще раз освежим косметический такой ремонт, побелим немножечко, освежим. Многие вещи, вот распятие в частности, сделано так же своими руками, заготовки. И потом художник довел эту такую увесистую, грамотную точку, поставил, расписав нам это все. История храма такова. Его построили на средства дворян Желтухиных, владельцев села Зыково. Фундамент заложили в 1842 году. Неоднократно его перестраивали, усовершенствовали. Этого требовала особенность местности. Очень близкое расположение грунтовых вод. В результате кирпичный фундамент выходит за пределы стен. Внутрь и наружу. И обеспечивает прочную опору здания. Церковь строили основательно. В течение 26 лет получилась практически индивидуальная застройка. Одноглавый храм в эклектичном стиле. Огромный, монументальный, вековой. Он достоин самых высоких эпитетов. Его величественность ощущается здесь, под высоким сводом, который уходит ввысь почти на 25 метров. И где раздольно гуляет эхо. Ободранные стены, полные разруха. Не осталось и следа от былой, если не роскоши, то неповторимого церковного убранства. Собор разрушили в годы революции. Устроили там склад. Потом здание пустовало. Здесь были фрески такие, роспицы. И вот это все было смыто. В последние три года настоятелем храма Казанской иконы Божьей Матери служит отец Владимир. До рукоположения в священнослужитель у него была другая жизнь. Инженер по образованию. Он в разное время работал управляющим жилищно-эксплуатационного треста в пролетарском районе Саранска. И заместителем директора автосмоосвального завода. И специалистом в МЧС. А потом окончил Саранское духовное училище. Новая жизненная эстезия отца Владимира не была неожиданной. Как это часто случается, человек ищет ответы на свои вопросы. Отец Владимир нашел их в вере. Родился я в православной семье. Отец верующий. Матушка также верующая. И вот перед глазами постоянно у меня стоит отец работал мастером на предприятии. И вот в праздники прибежит, быстренько умоется, переделится и в церковь. Единственный храм был, Иоанн Богословский, там уже старый. Народу придет. Ой, тяжело, как духота, невозможно. Ну как хорошо пели, как благуханны. И вот это мне досталось. Я выучился, работал на предприятиях промышленных здесь, в городе. И когда были командировки, считал своим долгом побывать в храмах там, куда я приехал. Богослужения в Зыково начались в конце 80-х годов прошлого века. Сначала в молитвенном доме. Чуть позже прихожане, инициативная группа обратились к городским властям с просьбой о помощи восстановить свой храм. В ту пору был Иван Якович Невников, руководителем города. И он принимал личное участие большое. Приезжал и помогал, нашел строителей. Они провели большой объем работ, восстановили колокольню. Там можно выйти, посмотреть. Сегодня службы ведутся лишь на одной третьей площади Большого храма Казанской иконы Божьей Матери. Все чистенько, но совсем не богато. Необходимо проводить дренажные работы. Близко расположенные грунтовые воды дают о себе знать. Сыпется побелка и штукатурка. В помещении стоит сырость. Уложенная керамическая плитка лишь усугубляет ситуацию. Мы обращались за помощью. Я искал уроженцев села Зыково, кто достиг какого-то положения. Может, в материальном плане, может быть, где-то в банках работает. Или где-то административной должности. Кто мог бы выполнять. Увы. Сейчас мы потихонечку находим возможности как-то его украшать. Мы собирали люди, сколько смог, кто сможет. Своими силами собрали какую-то часть денежек. Провели покраску куполов. Нанимали специально высотников-альпинистов. Они там на своем оборудовании взбирались. Покрасили. Провели некоторые там ремонтные работы. И вот недавно мы, опять же, собрали жителей немножечко денежку. Собрали и привезли из Москвы колокола, которые мы сейчас смонтировали. И уже звонили. И намеренно в праздники и в богослужении, подготовив звонаря, проводить вот эти звоны. И для отца Владимира это теперь дело жизни. Возродить место, намоленное пращурами. Те, кто жил когда-то на земле Мордовской. Украшал ее и благоустраивал во имя потомков. Поповаем мы все и молимся на волю Божию и на помощь Божию. И надеемся на себя. Но хотелось бы обратиться к руководителям предприятий. Людям, которые имеют такую возможность, чтобы нам целенаправленно оказать какую-то помощь. Для приведения в порядок нашего храма, которому, я повторяю, который раз, которому исполняется 150 лет. Уходящая неделя прошла под знаком торжественных культурных событий. Профессиональный праздник отметили сначала все работники культуры. Это и библиотекари, и музейщики, писатели, историки. В общем, все, кто считает себя человеком культурным и связанным с этой областью жизни профессиональным призванием. Владимир Шарапов, министр культуры и туризма Мордовии, отчитался. В прошлом году в республике состоялось свыше 500 культурно-массовых мероприятий. Из них 20% можно считать крупными. Государственная театральная концертная организация 1745 раз собирали залы. Уже в пятницу профессиональный праздник День театра отметили артисты, режиссеры, художники, звукоинженеры, светотехники, монтировщики декораций и многие другие, кто имеет отношение к театральному искусству. Были названы победители в номинациях на премию главы Мордовии в области театрального искусства. Напомню одно имя. За лучшую режиссуру премию получил Валентин Варецкий, заслуженный артист России и главреша Московского театра имени Островского. Поставил в русском драматическом театре спектакль «Поминальная молитва». По традиции артисты не только получали поздравления и награды, но и веселили себя капустником. Уважаемые друзья, коллеги, как приятно вас всех здесь видеть. Всех с праздником! С нашим профессиональным днем! А далее День культурного работника и День театра плавно выльется в Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники». Он откроется в воскресенье 29 марта и продлится вплоть до следующего выходного 5 апреля. Этот сезон у театрального фестиваля юбилейный, 10-й. Он соберет лучшие коллективы, которые за этот период приезжали в Саранск и полюбились жюри и зрителям. Какие сюрпризы готовят соотечественники, расскажем уже на следующей неделе в наших новостях и в центре внимания. Сайт наших партнеров регионального информационного агентства «Инфо.РМ» на неделе обновился. Он стал более светлым и легким, более лаконичным и современным. Новый облик сайта «Инфо.РМ» отражает концепцию агентства. Максимум полезной информации, минимум излишней нагрузки. Мы классическое информационное агентство. Естественно, не публикуем новости о прическах, кулинарных рецептах, потому что есть определенный портал, который этим занимается. У нас чисто информационное агентство. То есть человек, который заходит, он может узнать всю информационную картину дня, то есть, соответственно, что происходит в Мордовии. И на новом сайте вы по-прежнему можете посмотреть все выпуски программы в центре внимания. Не скучайте, нас не будет в эфире всего неделю. Сейчас выходит программа своими глазами о том, как правильно начать дачный сезон. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова